Пресс-конференцию, которую в Рио губернатор региона Павел Коньков обещал сделать регулярной, начал с извинений. По задумке первого лица региона, встречи с журналистами должны были проходить раз в квартал. Из-за большей занятости отложить пришлось на 9 месяцев. Информации мы выдаем достаточно. В общем-то, ничего от вас не скрываем в своей деятельности. Хотя все равно буду стараться придерживаться того графика, о котором вам говорил раньше. Журналистов интересовали политические и экономические вопросы. Не обошлось без рассуждений о перспективах трудоустройства молодых специалистов, учителей и врачей. Павел Коньков отметил, что завлечь кадры можно только материально. Меры общеизвестные, но от этого не менее трудновыполнимые. В идеале будем стараться делать, чтобы молодые люди из районов шли учиться с готовностью вернуться в них. И соответствующую мотивацию и в материальном плане, и в жилищном тоже будем решать. Вторая насущная проблема – жилой фонд, изношенность которого составляет 70-80%. Очереди из желающих отремонтировать дома за счет софинансирования федеральной программы растут в геометрической прогрессии. Жители жалуются, что дома до ремонта, запланированного на 20-е годы, могут и не достоять. Мы в одночасье не сумеем в один год произвести капитальный ремонт, какое бы у нас не было по этому поводу желание. Естественно, люди, владельцы домов, они, наверное, справедливо считают, что работы по их дому нужно сделать в абсолютно первоочередном порядке. Мы живем в реальном. В идеале, отметил Павел Коньков, на восстановление всех домов, требующих ремонта, понадобится 8-10 миллиардов рублей. Сумма космическая. Корректировка очередей возможна, но она тоже растянется на длительный период. Перспектива ускорения процесса все же существует. Привлечь кредиты банков под гарантии фонда этой программы. То есть, условно говоря, мы прекрасно понимаем, что за ближайшие 7 лет, скажем, мы соберем все вместе, федерации и прочие, в фонд определенную сумму. Теоретически, нам ничто не мешает. Вот на эту сумму за год сделать ремонт, для этого нам нужно привлечь средства банков, а, скажем, за 7 лет мы банкам деньги отдадут, дома уже будут отремонтированы. Я очень надеюсь на принятие программы. Рассказал Павел Коньков и о формировании своей команды. В недавнем прошлом в правительстве произошли кадровые перестановки. Некоторыми первое лицо региона осталось доволен, некоторыми – не совсем. Очень бы хотелось добиться того, чтобы вот все-таки каждый комплекс правительства, которое сегодня работает, вот четко свою программу имел и достаточно большие полномочия были у заместителей представителей правительства и ответственность совершенно за ее исполнение. Разговор зашел и о манере управления регионом. Павел Коньков отметил, что его рабочие принципы строятся на пунктуальности и тщательной подготовке к мероприятиям. С одной стороны, достаточно жесткая централизация управления. С другой стороны, и на других постах управления предпочитаю систему передачи полномочий и доверия на более низкий уровень, но вместе с ответственностью, естественно, потому что никогда не испытывал стремления влезть в каждую мелочь. Работать над имиджем области власти и горожане должны совместно, отметил Павел Коньков. Важно, чтобы ивановцы гордились своей малой родиной и прилагали усилия к развитию региона. Нам гораздо больше надо работать над людским оптимизмом, потому что без оптимизма мы с вами не сделаем ничего. Ведь под сомнение свойственно человеку брать все, что угодно. То есть, а, понятно, чиновники, а 400 миллионов на детские сады, понятно, все хотят украсть. Можут так рассудить. С другой стороны, то, что там за этими четырям остаются, там равдаются 1800 мест в детских садах, ну, об этом уже порой не вспоминают. Рассказал в Рио главы региона и о своих спортивных пристрастиях. За играми чемпионата мира, волнующими болельщиков, политик не следит. Ссылается на нехватку времени. Выступление сборной России на состязании считает и вовсе неудачным. Я как-то ехал в машине и какой-то радиоканал провел опрос зрителей накануне какого-то из наших матчей, который Россия играла в этом году. И 54% признались, что они будут ночью смотреть футбольный матч. Но из них 30 признались, что работать они завтра будут, естественно, постольку поскольку. Нету возможности такой. Следующая пресс-конференция по плану будет проведена через три месяца после выборов и выступать на ней будет уже полноправный глава региона. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.